Идём мы на реку... На реку... На реку нарушу. Выговорит. Что ж, это, подходим мы к синему столу, сейчас сделаем небольшой привал, а потом продолжим свой путь. Что-то я из кадра опять вылетаю. Бывает. Когда хочется идти по дороге. Синий стол. Не потому что за ним синячат, а потому что покрашен он в синий цвет. Ну вот, добрые душевные люди сломали вторую лавку. Теперь посидеть не на чем. Будем сидеть на одной лавке, да? Ну да. Видимо, придётся. Брусник смотрел. Бруснику не любят, да? Нет. Нет, я бруснику люблю. Ну чего, сейчас чайку попьём. К реке. Ну как чай? Нормально потихонечку. Нормально. В прошлом горечке. Ну сейчас. Там он нам, смотрю, товарищ лайк поставил. В инсте. За то, что мы пошли партизанить в лес. Понятно. Мне сейчас, знаешь, это что напоминает? Да. Это у Депешмода клип был. Там Гэхан сидит и такой чай пьёт за столом. Вот сейчас, когда мы сели, я что-то сразу вспомнил этот клипак. Вот почти. Прошли где-то третью или четвёртую часть пути до Нармшу. Скоро дойдём. Да уж. Значит, мы уже почти пришли на Нармшу. Но мы сейчас сначала к мосту пойдём, а уже потом к старой Сузельской дороге. Так как на Нармшу я ещё никогда не был. Экзотика. Чё-то мы обнаружили, что вода-то в Нармшу стоит. А стоит, с чего, не знаем. Сейчас полезем в чащу реки. Тут, не знаю почему, но вода ель течёт. В отличие от весны. Пошли мы назад на Суздальскую дорогу. Будем сжечь костёр. Уж не знаю, пролезем мы сегодня вглубь туда до Нармши или нет. Увидим. Вот. Полюбуйтесь. Добрые люди эту страну. Засрали весь лес. Которые любят природу. Охренеть. О, говнище-то сколько. Сейчас у нас начинается старая Суздальская дорога. Скоро костёр будет. Я тут на видео ездил на велосипеде. Так. Что ещё хотел сказать. Хруст у меня. Если видео будет, селфи-палку я сломал опять. Вот она. Старая Суздальская. Прямая. Идёт прямо, никуда не сворачивает. А уже старая совсем там в лесу. Она полностью взросла к старому мосту. Вот решил ребёнку показать, где это. А то скоро совсем ничего не останется от неё. И все про эту дорогу забудут. Я маску снял. Ну, снял, снял. Тут вон вся местность будет. Вот в таких оврагах. Ну что, пошли? Ага. И здесь он, ребёнок говорит, деревья, как врата какие-то. Прямо как в Веретьево, гнутые. Только здесь гнутые сосны. Там берёзы. Вот смотри. Мы с тобой. Сейчас вышли, да? Вот она была. Так, сейчас. Вот она пошла. Старая. Уже зарастает. Это съезд новой дороги. Я помню ещё маленький. На машине Урал меня тут катали. И мы вот ехали. Прямо вот по этой дороге. Как оттуда. Въехали и по прямой. А сейчас тут уже она заросла. И кто не знает, что вот здесь эта старая Суздальская продолжается. Они думают, что от неё вот этот маленький кусочек только остался. Но мы через эти дебри не полезем с тобой. Мы пойдём. Мы пойдём как нам медлинать. Вот здесь в обход. Нет, но через дебри мы сейчас там свернём. И там нормально будет. Смотри сейчас. Видишь? Вот это нас. Видишь, деревья ровные. Это всё старая Суздальская? Это вот, да. Вот она уже заваленная. То есть была она вон. Она идёт параллельно этой новой дороге. Понятно. Так что, тут вот сейчас, если кто любит с металлоискателем покопать, копать, наверное, здесь удобно. Вон, прямо видно она. Это насыпь. Относительно нас. Видишь? Насыпь. Вот она. Вот она идёт туда. Так что, ребята, удачи, кто копает. Может, что накопаете? Решили мы подойти всё-таки сюда. О, черника. Вот она. Идёт. Дальше. Как раз насыпь, которую делали. Не знаю точно, сколько лет назад. Но лет так 150. Вот она продолжается дальше. А мы пришли вот так, в обход. Чернику нашёл? Ты ягод. Молодец. Ладно, пойдём, что по ней, по старой. Ой, ещё ягод. Прикольно. Ладно, нам сейчас не дает. О, здесь вообще как уже всё взросло, завалено. Вот она. Вся заросшая. Ну, ты идёшь? Дуба, я буду здесь, по старой. Я смотрела, может быть, может быть, четыре, кто только не будет. Ну, а дальше там опять всё взросло, завалено тут всё деревьями. Пойдём мы опять на новую дорогу. Вот она. Так и идёт прямо дальше. По карте, если посмотреть, прямо видно. Там через лес такая ровная полоса на гугл планеты Земля. А мы пошли опять на параллельную дорогу, на новую. А так как у большинства пауков зрение плохое, кроме этого, то они думают, когда он шевелит. Вот мы опять на Суздальской дороге старой. Вот этот вал. Он здесь вообще капитально зарос. Если посмотреть, тут уже совсем пройти негде. Вот она дальше идёт. Сейчас она вон там будет туда поворачивать. Но мы всё скорее вон туда полезем. Сейчас в те дебри. Там у нас будет костёр. Ну вот, наконец, мы нашли место, где можно спокойно посидеть. Вот тут мы и затусуемся. И дров полно, и всего полно. Майнкрафт, да, как ты говоришь? Да, да, да. Всё, копаем шахту. Да уж, копаем. Чё-то маловато. Ну да. Ну, побольше. Два, подальше. Вот такая у нас яма. Под костёр. Сейчас, я думаю, всё получится. Да, скорее всего. О, погнал. Поехал. Пошло, 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 пошло. Вот так разводится костёрчик по-быстрому. Вот так. Где резкость? Да, фикс-лист. Бывает. Да, она сырающая плавит. Я не под тем углом тромфалки. Ну как тебе наша тусовка? Нормально. Нормально? Ребёнок говорит, тусовка нормальная. Значит, нормальная. Нормальная, значит, нормальная. И без слов. Да, тут непонятно, где мы. Лес какой-то. Такой, не сильно заросший. Ну, наполовину. Ну да. Костёр, все дела. Мой любимый прибор для рубки дров. Второй любимый прибор. Тупо слух не читай. От того, от кого я думаю. А, ну всё. Отлично. Ладно, выключай. Мы сейчас сидим. Сосиски тут жарим. С***, я тебе говорю, они пасут. Сообщение, да? Угу. Вон он. Летит над нами. Я остановил запи? Не, не останавливай. Херст. Чё-то он резко затих. Пропеллер он свой выключил. Ну, так продолжай. Ну, в общем... А, вот, опять завелся. А примерно, да, там... Это же старая Суздовская дорога. Вот она, сзади тебя повернись. Прям вот эти ели стоят по её обочине. Вот. Что ели, сзади тебя. Ну. Мы тут сейчас сосиски жарим, да. Буквально тут, образно говоря, 200 лет назад всяких пленных водили по дороге, да. Тут же говорят, что-то в тюрьму гоняли, что ли. Может, я, конечно, путаю. Может, это не про эту дорогу, но, по-моему, про эту. Это Владимирский тракт был. Вот по нему и гоняли. И говорят, что немцев тут гоняли во время войны. Они её, это, типа, эту дорогу восстанавливали. Вот так вот здесь интересно. Слушай, что-то эти мошки задолбали. Вот. А сейчас тут сидим мы и жарим сосиски. А это, вон, куда ты пошёл. Вон, лежит. Пару веточек, они сейчас быстро загорят. А то пока тут всякие товарищи летают на моторах, блин. Да палят, что тут жгут. Не, а... Сейчас палят. Да не, просто. Потух опять, да? Ну, сейчас накидаем дров. Крова загорелась. Ну, как тебе наша тусовка понравилась? Нормально. Нормально. Что, собираемся тогда домой, да? Да. И, как всегда, костёр, так, опять костёр мы потушили. К нам претензий никаких. К нам претензий никаких. Как говорится... Кто-то, кто-то предупреждает. Кто-то предупреждается. Ну, просто пора валить. Так, костёр мы потушили. Костёр мы потушили. Дыма нигде нет. Нет. Это мы фиксируем видеозаписью, что если лес сгорел, мы тут ни при чём. Вон там я слышу машина и громко музончик горхотает. Кто-то кого-то на Палкинштрассе привёз. Возможно, лес сгорит из-за них. Погнали мы домой. Всем пока. Кса! Ради. Это. Что? Так, подожди. Забыл, что хотел сказать. Короче, в следующем кадре скажи. Следующий кадр. Во-первых, я тут немножечко изменил вид. И, во-вторых, хотел сказать, что очень странно, что нас очень много смотрят людей. Комментируют, что всё хорошо снято. Это даже благодарят мне, которые... Но они подписываются на канал. Почему, мы не знаем. Может быть, подпишитесь? Что-то ты гонишь. У нас там комментируют. А, хотя... Нет, нет, да. Это я гоню. Там люди действительно пишут, что снимаю природу, ещё чего-то. То есть, что кто-то там написал из этого, как его, из Малыгина, что, типа, благодаря мне, я зафиксировал природу нашего края. Да. И он написал, спасибо за это. То есть, я этого человека в реале не знаю, но ему тоже спасибо. Дальше, как говорится, подписывайтесь на канал. Что ещё могу сказать? Всё. Пошли домой. Пошли домой. Пошли домой. Пошли домой. Пошли домой. Пошли домой.